И в начале выпуска сводка происшествий за минувшие праздники. Чем обернулись новогодние выходные для жителей Ненецкого округа в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Три возгорания было зарегистрировано за новогодние праздники в сельских населенных пунктах. Это Великовисочная, Красная и Нижняя Пеша. В 2022 году у нас произошло два пожара. Один пожар произошел еще в прошлом году, 31 декабря. И касаясь статистики, по прошлому году, вот в прошлом году за этот же период произошло семь пожаров. Ну, к счастью, пострадавших и погибших, что в этом году, что в прошлом году не было за весь период прохождения новогодних праздников. Ну, а причины, как всегда, у нас банальные. Это неосторожность при эксплуатации печного отопления, то есть это возгорание, бань, перекалы трубы, оставление без присмотра и подобные причины. Что касается обстановки на дорогах, то с 31 декабря по 9 января было зарегистрировано 13 ДТП с материальным ущербом. В праздничные дни на территории Ниньского коммунного округа произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на зимней этой дороге с пострадавшими. Дорожно-транспортное происшествие произошло между снегоуборочной техникой и легковым автомобилем. Водитель в данном ДТП, водитель легкового автомобиля, получил ранение. Ему оказана первая медицинская помощь. 12 дорожно-транспортных происшествий произошло с материальным ущербом. В основном это такие виды ДТП, как столкновения и наезд в настоящие транспортные средства. Для безопасности жителей региона во время проведения праздничных мероприятий на центральных площадях города и поселка Искателей был организован патруль, контрольно-пропускные пункты, также перекрыто движение с помощью тяжелой техники. Народные гуляния, посвященные празднованию Нового года и Рождества, на территории Ниньского автономного округа прошли без нарушения общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. Общественный порядок и общественная безопасность обеспечивались сотрудниками УМВД России по Ниньского автономного округа совместно с коллегами из Управления Росгвардии по Ниньского автономного округа, членами добровольных народных ружин округа и представителями частных охранных структур. В период с 31 декабря по 9 января в дежурной части окружной полиции зарегистрировано 208 сообщений, из них 9 с признаками преступлений, среди которых нанесение телесных повреждений, каражи, управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, а также неправомерное завладение транспортным средством. Праздничное застолье закончилось летальным исходом для одного из жителей региона. Так, 8 января в подъезде дома по улице Пионерская в городе Наринмаре обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами побоев. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. В ходе следственно-оперативных действий по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний знакомый потерпевшего. В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что с нового года у него дома употребляли спиртные напитки. 4-5 января между ним и потерпевшим произошел первый конфликт, так как последний все время просил у него сигареты, а сам не покупал. В порыве гнева он ударил его руками по лицу, потом они помирились и снова стали выпивать. 7 января текущего года они вновь поругались из-за сигарет, он хотел потерпевшего рукой за шею, а второй стал наносить удары по лицу. После того, как на следующий день проснулся, то обнаружил, что потерпевший находится на лестнице в подъезде и не подает признаков жизни. Содеянным раскаивается и убивать его не хотел. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.